В администрации городского округа Люберцы прошло заседание Совета депутатов. Народные избранники заслушали доклад начальника Межмуниципального управления МВД России Люберецкая Евгения Романцева об итогах работы ведомства в 2022 году. На встрече рассмотрели и ряд других вопросов. С подробностями Луиза Егия-Зарян. Межмуниципальное управление МВД России Люберецкая обслуживает 4 городских округа. Самая большая территория Люберцы. Количество преступлений, зарегистрированных в прошлом году, на 17% больше, чем в 2021-м. К уголовной ответственности привлечено более 1900 человек, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Наибольший рост зарегистрированных преступлений отмечается на территории Ухтомского отдела полиции, где самое большое количество населения – это Малаховского отдела полиции, отдела, где также прирост населения в деревнях произошел. Благодаря предупредительным мерам сократилось количество фактов умышленных причинений вреда здоровья на 13%, грабежей на 14%. В своем докладе Евгений Романцев отдельно остановился на теме дистанционного мошенничества. Несмотря на предупреждения, люди продолжают идти на поводу у злоумышленников. Последний факт – это Ухтомки 4 миллиона бабушки передала мошенникам за свою внучку. То есть человек задержан, он совершил в выборцах только 10 преступлений таких, обманул граждан, которые передали ему наличку. Он потом отправляет к каким-то мошенникам, коврича денег оставляет себе. То есть задержан, привлечет к уголовной ответственности. После доклада начальника полиции народные избранники перешли к основной повестке. На рассмотрение депутатов было 5 вопросов. Среди них – внесение изменений в правила благоустройства территории городского округа, утверждение перечня имущества, предлагаемого к передаче и собственности муниципалитета в собственность Московской области и присвоение классного чина. Практически все решения были приняты единогласно.